Это второй выпуск из серии Качок-Старичок Я даю советы мужчинам и молодым, и моего возраста, то есть за 60-70 Как стоит упражняться? Ну, во-первых, надо упражняться всю жизнь и не делать больших перерывов Летом больше внимания уделять плаванию, пробежкам, велосипеду Если такой вид оксидической активности вас устраивает Заниматься на улице на турниках, отжиматься разными способами, подтягиваться и так далее Значит, в зале заниматься летом нецелесообразно, потому что, ну, в общем-то, нехватка кислорода Как элемент обмена веществ при работе мышц вредно сказывается Зимой, наоборот, можно, как говорится, меньше гонять по улице, потому что все-таки мороз убивает частички легких Дальше, значит, можно тренироваться следующим образом Одну группу мышц вы тренируете только один раз в неделю Скажем, если это грудные, то упражнения, которыми тренируются грудные мышцы, нет смысла делать два раза в неделю или три Они все равно не восстановятся Поэтому один день посвятить мышцам груди Ну и чтобы скучно не было, мы всегда, когда что-то отжимаемся или тянем, мы все равно задействуем и другие мышцы Поэтому получится вот так вот, как бы, грудь-руки Вот, можно спина отдельно, да, то есть это наклоны, это тяги различные, которые вот для мышц, так называемых, широчайших вот этих вот Значит, отдельно тренировать или соединить вместе грудь-спина Для пресса тренировка ежедневная как раз полезнее, чем раз в неделю, потому что пресс надо в основном подсушивать, сжигая жир Вот, для ног тоже тренировка не чаще, чем один раз в неделю В одну тренировку нежелательно тренировать верх, как я сказал, грудь, значит, руки, спина и одновременно ноги Получится, что как бы на все не хватит ни крови, которая должна поступать в процессе тренировки Ни, когда организм будет восстанавливаться, мы очень много восстанавливать Мышца очень массивная у всех, и там буквально, если вы потренируете сильно ноги, то у вас не хватит, так сказать, восстановиться всему организму за один заход Вот, и еще можно сочетать физическую нагрузку, мощную, с последующими процедурами, которые вот эту нагрузку уменьшают То есть, если вы интенсивно потренировались сегодня, то завтра делайте то же самое упражнение, только с меньшей нагрузкой Там буквально 20% от сегодняшней Кровь снова поступит в работавшие у вас интенсивно мышцы И она будет вымывать оттуда молочную и угольную кислоту и восстанавливать утраченные мышечные волокна То есть, не расслабляться и пассивно лежать бревном, а тоже чуть-чуть подкачиваться на следующий день Вот, помогает для восстановления мускулатуры Паровая баня, контрастный душ Ну и любые, так сказать, варианты с водой Там поплавать, это тоже значит активно продышаться и восстановиться На этом второй выпуск я заканчиваю Всем спасибо